приветствую вас я вам хочу рассказать про microsoft точнее про акции microsoft почему не такие дорогие почему был есть богатейший человек мира ну и как это ему повезло как получилось обращаю ваше внимание когда говорят что он богатейший человек мира это не значит что у него там есть комната засыпала долларами и он не вкупается как скруч макдак нет такого нет там все довольно просто он владеет акциями которые очень дорого очень дорого дома помрачения но почему не так дорого стоит вот про это я вам расскажу но для начала небольшое так сказать вступление чтобы поняли почему я это знаю 1999 году по 2001 я работал в компании которая работала на американской фондовой бирже на что это за компания это украинские инвесторы которые заработали 90-е года денежки создали белого шор в ирландии абсолютно белый и действительно имели доступ работали на нью-йоркской на nasdaq то есть в америке все очень просто но тут смотри какая изюминка компания где я работал работал американец самый настоящий я настоящий американец нам очень делят иммигранты настоящий так вот этот американец 18 лет до этого отработал на американской фонду бирже то есть он знал там значительно больше чем пишут в учебниках по этой причине как вы понимаете где я такой умный я умею хорошо слушать что рассказывают другие ну и соответственно посмотрел да что такое нас по работе начну сдалека ну конечно вы читали много раз про там гараж другие со про его там первую программу продукта этом рассказывать не буду да в начале восьмидесятых тому что-то сделала этом ms-dos потом помните windows так дальше это все как бы это все было 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 все равно никогда он не скажет сколько он заплатил сколько дал на лапу чтобы его программный продукт начали активно использовать в застанных но он бы никогда не стал богатым и вообще вряд ли бы стал бы поддерживаться в этом мире если бы не нас рассказываю смотрите то что вы часто видите по телевизору знаете там показывают фондовую биржу прыгают скакают махают руками это чаще всего показывают нью-йоркскую фондовую биржу честно говоря на нью-йоркской фондовую биржу даже были времена вот такие прыжки скандалы там это это махание рук была большая редкость я был на экскурсии в девяносто пятом году тишина как на кладбище люди ходят что-то бесед и американский коллега рассказывал что вот такой ажиотаж на нью-йоркской фондовой бирже он там работал очень редко чаще всего там все скучно монотонно переносит бумажки так дальше там действительно как бы все ну она довольно старый там все было построено вот найти там бумажка 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 но смотрите что произошло еще 30 года случилось так что довольно большое количество торговцев сцены бумаг ну не могли стать членами нью-йоркской фондовую биржу там такая она закрыта консервативная понимаете она такая мафия на мафии слабо сказать и в результате тогда создали ассоциацию тех торговцев тема которых не пускают на нью-йоркскую фондовую биржу вот очень просто ее назвали назвать ну немножко подробно назвали там блоковку добавили это 30-е годы а в 60-е годы начали появляться в сша уже компьютерные технологии и возникла идея вот этих изгоем прямо по моему слову сейчас смотри это те торговцы ценных бумаг которых не пускали на нью-йоркскую фондовую биржу просто не пускали они создали так званый отис организовую организационную торговую систему противоправильного звучания в чем здесь ловенько но если биржа этого там они сразу начали сделать компьютерную сеть идея информация передавалась помощью и это называлась не биржевая это называлось не биржевая организованная торговля звучало как в чем фиш а ну первая сделка была семидесят первого года искусить понятно что я не знаю как первоначально вроде бы там просто присылали файл вот файл пришел фолш но это ну тогда это был большой период но смотрите в чуту главная фишечка я просто грин так сказать должен смотрите нью-йоркская фондовая биржа она довольно консервативно закрыта мафиозная и если вы хотите что ваши акции торговались на нью-йоркской фондовую биржа надо пройти листинг листинг есть разных уровней там по-моему у них три уровня третий второй первый самый лучший при этом эмитент подает документы его анализируют и биржевой комитет принимает решение допустить не допустить естественно что очень часто не допускают или допускали но заговорки в самом худшем листе и вот когда первый раз а по первой смотри я вам показываю статистику в 80-х годах и когда microsoft захотела ну эта компания microsoft выбросила акции захотела выйти на нью-йоркскую фондовую биржу возник такой интересный курьез ну вообще нью-йоркская фондовая биржа как оценивала имитента они берут смотрят сколько имитентов заводов сколько там недвижимость сколько предприятий сколько земли то есть они оценивали активы понятное дело что когда microsoft пришел и сказал у меня там работы условно скажет 100 человек я арендую офис там ну не знаю 2000 квадратных метров я условно говорю я не знаю сколько он арендовал но у меня ни завода ни фабрики еще есть компьютеры естественно что на нью-йоркской фондовую биржу посмотрели самый последний листинг вообще в области не берут то есть microsoft не мог пройти листинг на нью-йоркской фондовую биржу потому что он не отвечал тем требованиям которые были ну предъявлены до стандартной обычной американской корпорации ну кока-кола да на нью-йоркской фондовую биржу есть макдональдс там тоже ну поняли разницу а и биллгейс даже когда у него уже действительно были как бы программные продукты когда его как бы уже знали но у него не было того что мы называем материальный актив и действительно получилась ситуация он попался и вот тогда он обратился к этим вот nasdaq изгоем а здесь все наоборот смотрите чем была тут очень хорошая фишечка пока это было еще не биржа сейчас это уже nasdaq уже биржа что правильно поняли ой по-моему в 87 году она бирже стал я ну вот как раз в этот период но самом начале даже когда настала бирже так как она была вот такая не совсем полноценная она очень либерально относилась вы правы айтишным компанией доткому в результате когда microsoft пришел в этом то-то-то и я стою только да нет проблем intel пришел нет проблем там кого-то к эбэй то есть мы эти получилось что нас таки шли действительно компании прежде всего тот комы которые но не могли попасть на южную фондовую биржу потому что они не вписывались а эти все проходили вот таким образом и попал как сказать microsoft 80-е годы nasdaq и честно говоря ребята ничего там бы не было к разу ничего если не произошло одно событие про которое но я не знаю это действительно плохое событие но про него меньше всего редко я читал даже в американскую биржу начинают какие-то там сейчас объясню чем фишка смотрите на нью-йоркской фондовой бирже есть брокер который имеет брокерскую культуру очень долгое время мне американский товарищ очень долгое время вот эти вот все брокеры торговцы бумаг которые работают на нью-йоркской фондовой бирже они ориентировались на богатых американцев они за ним практически охотились уже есть капитал начинаете агитировать встречаться рассказывать но что каждая брокерская культура фалила сколько у него клиентов клиент это только богатый то есть другими словами нью-йоркская фондовая биржа была для богатых американцев повторяю богатый поняли то есть большое количество американцев никогда никакого отношения нью-йоркской фондовой бирже не имели тем более после кризиса 30-го там 30-м там все было такие немножко вольго потом это все прекратили по этой причине еще смотря нью-йоркская фондовая биржа она такая консервативная закрытая поняли молодцы а NASDAQ это новая технология и вот что сделал NASDAQ а он сделал то что в результате любая домохозяйка повторяю любая получила возможность находясь себе дома покупать акции NASDAQ такого ну на нью-йоркской бирже было невозможно там надо было ты пришел на заявку она по бункту а тут человек сидит дома возле интернета с помощью интернета покупает продает ну вы понимаете что в сша интернет появился раньше догадываетесь вот когда я работал 99 2000 год мой американский партнер говорит что у него в американском доме уже был приложено оптоволокно ну чтобы правильно понял уже был кабельный то есть не у нас то помните какой интернет а у него нет причем говорить это не и недорогое говорить это такая уже знаете стандартность и действительно очень многие американцы имели доступ к интернету и тогда как раз массово чтобы еще получилось появились интернет-брокеры который вот они имеют торговца цены бумаг который является брокерами NASDAQ но в тот же самый момент с помощью программы продукта они предлагают всем желающим кто имеет доступ к интернету купить продавать любые акции в NASDAQ любые это вообще чудо ну понимаете я говорю что на нью-йорк это было невозможно и вот вот эта реформа и сработала смотрите до всех этих реформ американцы хоронили деньги как депозиты и сейчас больше всего денег депозиты индиционные сертификаты вот как раз и тогда и сейчас там большое количество торговцев цены бумаг предлагает американцам сертификаты но после появления полноценного NASDAQ это как раз конец восьмидесятых извиняюсь 90 это 90 и вот рывок вот этот до 2000 и появление интернета привело к тому я где-то считал что 70 процентов жителей сша имели акции которые купили NASDAQ смотрите какая ситуация были такие люди которые купили эти акции несколько лет ничего не покупали это я действительно знаю потому что когда там вообще то есть действительно большая часть как бы купили а вот попробую интересно а теперь возвращаемся к вопросу и почему это получилось вы понимаете ситуация так представьте на момент обычный житель сша который financial time не читает там волк стрит не читает это тяжело читать но его есть доступ к интернету еще что интернет-брокеры очень мало интернет-брокеры между прочим тоже акции выпустили тоже их котировали в NASDAQ не удивляйтесь это все о чем так и вы имеете доступ вы набираете вы включаете вы можете в любой момент купить акции а теперь возникает вопрос какие акции купить обычный американец который плохо понимает что покупать не там конечно есть подсказки там если новости все есть но человек включил компьютер правильно тех которых он слышал а что он слышал windows microsoft windows microsoft windows microsoft было 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 и люди как сумасшедшие начали покупать акции даже знаете ну еще раз объясняю на том фондом рынке нью-йоркском фонду извиняюсь нью-йоркском фондовой биржи как бы анализировали а сколько ж имитент зарабатывает прибыль почему что можно было определить а сколько будет дивиденд исходя за размеры дивидендов рассчитывалась цена акций между прочим есть даже громадное количество научной литературы старой где там много описывать как рассчитать цену акций на основании дивидендов на основании будущих дивидендов на основании будущей прибыли на основании будущего дохода на этом строилась вся работа нью-йоркский фондов биржи в условиях NASDAQ большая часть покупателей ни малейшего представления понимала что такое прибыль и пи и би они покупали ату и разобрать правильно и вот здесь microsoft использовал ловку который использовал информационный проект вы никогда не обращали внимание почему так много про него писали потому что много платил нет ничего лично это обычный пират между прочим сша ну как бы это даже есть голову наказовая статья за такое ну а если не в лоб писать если так microsoft тратил сумасшедшие деньги на подкуп журналистов изданий так дальше мне в некоторых случаях провоцировал информацию делал брос делал а тогда что начало интернет вот вы уже не помните двухтысячных делались фейковые сайты да 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 разбрасывался информацию потом исчезал ну потому что суды подавали на эту сайт он закрывался такой был да да нет конечно прямой белгейс это первый раз слышал но как-то очень странно после эти вбросы у меня действительно произошла ситуация что люди покупали не будущие доходы а слухи а вот организовать слухи молодец ну тут понимаете говорить а почему не получился стандарт потому что стандартные не заплатил вы знаете что ее масса других было тоже компании которые пытались что-то сделать так дальше мало заплатил не журналист бесплатно не работают абсолютно не работают серьезно и вот на этом фактически microsoft и поднялся а еще на чем где-то 80-е годы microsoft начал активно скупать другие компании сейчас объясню в чем фишка смотрите причем это действительно игра всем нравилось появляется некий компания которая занимается например какой-то там компьютерной графикой или разработка какой-то программы которые там дополняет ну скажем так до компания которая занимается она тоже выпускает акции еще на сдать было очень надо было заскочить любой то есть компания с трех человек зарегистрироваться не робстала хопа у нас да и вот мы тут разработали такую-то графику дальше что делает microsoft он приходит ребята вы мне нравится хочу вас купить понятно переговоры утечки информации всегда 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 хотя они были всегда закрыты специально делали как только утечки информации акции вот это который хотят покупать и здесь начинается фишка смотрите ну примером создали компанию давайте 100 тысяч долларов и акции там выпустим на 100 тысяч долларов прошли листинг сейчас эти акции котируются это не где-то если пересчитать в рыночной цене стоит 150 тысяч долларов приходит microsoft вы знаете что маловато вы ставите давайте заплачу миллион но не деньгами фишка в чем меняются акции он отдает им акции microsoft акция microsoft уже за по высокой цене и берет у них по высокой цене в результате активы хопа и акции microsoft хопа это афера она легально все знают что это полнейшая афера но в результате этого активы microsoft растут как сумасшедший с пустышки ну вы поняли что он грубо говоря прошел вошел сговор с другой компанией которая тут ну не стоит она миллион но людям я вам дам акции на миллион но по моей высокой цене и ваши беру на миллион в результате просто не искусственно завышает компания там 60 миллиардов ребята это не день это акции нас этот этот увеличит и вот эта игра и вот microsoft действительно 90 80 как сумасшедший до удаления причем понимаете что дело вот вот эти годы такой брос информации видно что брос пошел что microsoft думает вот про эту компанию которым не вот эта компания может заинтересовать microsoft эксперты да да наверно заинтересует то брос информации ведутся тайные переговоры акции и акции microsoft потому что все понимают что когда придется влияние все показатели а там же показатели прибыль на акции активно акции раз взлетят и точно только есть такая в некоторых случаях действительно вот была система ну вы не представляете проще не придумаешь вот вы в этот брос информации увидели раз выстроились купили акции microsoft тупо дождались слияния тупо но потом она продать вот пишет а потом они падают продали и заработать серьезно ребята такая простая схема была до невероятности но и зарабатывают вот так microsoft разблотил а сейчас вам хочу показать ну пару графиков но это уже более это за 10 лет ну видите как акции там 2009 там было небольшое падение сейчас выросло ну там 83 доллара видите там 90 идет причем да принципе как видите хорошо так вот все замечательно кризисе не вешать 16 и 17 вот видите как растет обалдеть просто будет ну здесь уже так тоже как типа за день она немножко подросло диапазон так дальше туда-сюда ну конечно на час альца microsoft они так сказать видите диапазон маленький тут сильно не разженешься этом просто хочу показать ну просто считается сумма дивидендов на каждую бутылевую акцию там обратный ход 14 15 16 17 вот смотрите сейчас цена 83 доллара сумма дивидендов ну вы увидите ну доллар грубо говоря доллар доллар 21 21 31 сами пересчитаете какой доход пересчитаете хорошо там маленький доход ужасно маленький до ударения в основном акции microsoft ценятся потому что вы их купили перепродали да можно купить под для получения дивидендов но ну во первых при продаже то все учитывается чаще всего накопленный дивиденд вам уже как бы в цену включается по этой причине на дивидендах не заработать а вот на слухах это все и по этой причине возникает вопрос а если на сегодняшний момент долг я захотел продать свои акции за деньги никто не купил никто никогда никакая компания то есть он уплывает миллиардами но на эти миллиарды превратить деньги не может физически потому что все остальные игроки знали но это как бы деньги но не совсем да он по кусочку продает туда-сюда но вот такая ситуация вот такой красивый афера microsoft но зато красивее молодцы молодцы вот у него получилось у него получилось шикарно афера а других ребят ну были некоторые компьютерщики которые просто не понимали силу акции вот мы сейчас программный продукт такой крутой земли нафиг он нужен акции нужны были некоторые которые не умели вот эти фейки рекламную браться они не почувствовали силу интернета они по старинкам газеток печатали вот были некоторые ну скажем так разработчики которые были акции в нас но они чудики печатали информацию специализированных журналов нафиг она кому нужна домохозяйки что читает специальный журнал о народ бросает и поэтому очень да действительно и почему от почему завалился ну во-первых он конечно перегрелся это раз а во-вторых вы помните ну как бы ну скажем а так общие события в сша тогда получилась ситуация что доходы в домохозяйстве упали ранее и владельцы акции ну решили ну то есть им надо уже деньги начали сбрасывать а оказалось что все держится на домохозяйство когда начали сбрасывать то казалось покупатель акции нет и поэтому мы завалились серьезно ну правда потом очухались но завалились потому что значит вот американцы простые начали продать акции оказалось что покупатель такие крутые акции с такими крутыми названия вот такой вот такой пузырь но благодарю за внимание извините что получилось много но тема короткой не бывает